Дом для престарелых Саграда Карасон в испанском Кампо де Криптана 9 месяцев тому назад превратился в уникальную антиковидную крепость. Коронавирусу сюда вход запрещен. Все это время медицинский персонал и жители резиденции, которые держат монахини, живут в особом режиме. За несколько дней до того, как правительство объявило чрезвычайное положение, мы уже изолировали сами себя. И даже посещения были ограничены. Допускался лишь один человек от каждой семьи. Самым сложным, по словам настоятельницы, было свести посещение до минимума, а потом и полностью прекратить. Священнику Винсенту 92 года. Когда он выходит на смену, то побороть тоску одиночества ему помогают соседи, хотя беседа ведется с соблюдением социальной дистанции. «У меня есть все, что нужно. Есть компьютер. Я могу читать, слушать музыку. Все это помогает мне выходить за пределы моей комнаты. Я могу даже совершать кругосветные путешествия». Все, кто работает в резиденции, сократили свои социальные контакты до минимума. Теперь они заходят в центр как в лабораторию. Здание фактически разделено на две части. Так снимать в нашей съемочной группе позволили только на первом этаже. Другие помещения доступа извне нет. На верхних этажах оборудовали дополнительные комнаты, чтобы изолировать друг от друга всех жителей. Раньше по средам все бабушки и дедушки танцевали вместе, смотрели фильмы тоже вместе. А теперь все это радикально изменилось. Резиденцию разделили на несколько секторов, и лишь те, кто живет в одном и том же секторе, могут общаться друг с другом. Помощь местного населения – немаловажный фактор для выживания резиденции в Кастиле и Ла-Манче, одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Европы. Все, что связано с доставкой продуктов, предметов первой необходимости, гигиены – это пожертвования, поступающие от жителей Кампо-де-Криптана. Бесценная помощь в это трудное время. Опыт дома для престарелых Саграда Карасон показывает, что соблюдая строгие ограничения, и наиболее уязвимые могут выжить в условиях пандемии. Испания занимает второе место в Евросоюзе по уровню смертности среди населения старше 80 лет, уступая только Бельгии. На каждый миллион жителей в этой возрастной группе в Испании приходится 7168 смертей.